Когда я лично у детей спрашивала, чего вам не хватило до золотого значка, и в основном звучали два вида. Это стрельба и лыжи. Причем, когда говорили про лыжи, я очень удивлялась, потому что мы северный регион, у нас есть огромная возможность для занятия лыжным спортом детьми. Но, как выясняется, не потому, что преподаватели физкультуры плохо ведут или плохо рассказывают. Инвентарная база, к счастью, у нас достаточно неплохая сейчас в школе. Вот у меня ребенок ходит в школу, и у нас абсолютно школа укомплектована лыжами, и говорят, ничего носить не нужно, только форма дополнительная для уличных тренировок. Родители не приучили. Как оказалось, что получился некий провал возрастной, когда родители фактически не приучили детей. И если мы сегодня хотим, чтобы наши дети снова занимались лыжами, я думаю, что есть смысл нам все-таки сделать акцент на нас, на самих родителях. По выходным мы видим заполненные базы, и если Сергей Викторович, Евгений Владимирович будут продолжать работу именно в этом направлении, увеличение количества баз, увеличение материально-технической базы этих же баз. Потому что я уже сталкивалась с вопросом, что не хватает инвентаря, не хватает всех размеров лыжных ботинок, люди просто реально стоят в очередь, иногда по выходным. А учитывая, что сейчас у нас февраль, март, это будет уже хорошая погода, и мне кажется, что как раз в эти выходные уже есть смысл задуматься на том, что о потребности. Я думаю, что вам, ваши работники, ваши сотрудники смогут эту информацию подтвердить, о том, что действительно люди стоят в очередь. Как и за коньками, кстати, на катках, тоже люди стоят в очередь. Лично я сама стояла в очередь за коньками. И вот лыжи, и еще один такой момент – стрельба. То есть в основном все детки провалились на стрельбе. Почему? Потому что нет возможности тренироваться. Может быть, недостаток информированности, но в том числе, может быть, недостаток существовал какой-то на данный момент, о том, что надо, чтобы у детей, конечно, была возможность тренироваться. Не только приехать и уже попробовать. Потому что по факту они два-три раза попробовали, стрельнули, а потом им говорят – сдавай. И получается, что все виды сделаны на золото, а один вид провалился. И когда вот я просто прикинула по количеству значкистов, то есть в принципе их могло возрасти еще на 50%, если бы у них более-менее был тренированный навык стрельбы или более-менее тренированный они именно в направлении по лыжам.